С вами студия Роу Хаб, у микрофонов Уха и Энканис, и мы продолжаем смотреть EM Oakland 2016. Это поножовщина между командами Ninjas, Pijamas и Faze. Это лидеры своей группы, на самом деле обе команды идут сейчас со счетом 2-0, ну и сейчас вот будет выясняться, кто же выйдет на 3-0 и, соответственно, уже выйдет 100% на плей-офф этого замечательного чемпионата. Интересно, что Аллу играет против своих бывших тиммейтов. Интересно, что Faze решили сыграть на оверпассе против Nipo, при том, что они видели, что те играли как раз-таки матч против… Еще раз. Я просто потерял мысль. Faze видели, что Nipo играли оверпасс против… Нет, к Cloud9 они играли на трейне. Ну да, а вообще Nipo первый свой матч играли против MoSports. Вот, против MoSports, да. Есть. Есть. На самом деле, когда идет период, когда много матчей за несколько дней, ты просто уже забываешь… То есть ты путаешь команды, карты, это все… Слишком много матчей, действительно. Мы смотрим… Вот сейчас начинали… Вчера у нас была среда, да, мы начинали и Мокленд. Перед этим были выходные, на которых мы кастили… Альба Пауэр, да. Игр, на самом деле, как для нас, с точки зрения работы, довольно много именно комментирования матчей, поэтому иногда просто забываешь. И вот интересно, что Faze решились на оверпасс против Nipo. Они видели, как те размотали маузов, очень уверенно, кстати, Nipo взяли в атаке 9 раундов. И Faze вот так вот, знаешь, ну что-то, наверное, знают, что-то знают, что-то чувствуют и готовят. Конечно, для Nipo это хорошая новость оверпасс. Почему? Потому что уже буквально два часа назад выиграли эту карту, и сейчас можно себе вполне комфортно отыгрывать дальше, тем более есть какая-то история, пристрелены точки и в целом можно дальше побеждать. Есть уже хорошая история. Кстати, MoSports проиграли вроде как вторую свою встречу, то есть у нас есть две команды в этой группе, которые идут со счетом 0-2 по картам – это Cloud9 и MoSports. И это, на самом деле, печально, потому что, как минимум, одна из этих… А MoSports кому проиграли? СК вроде как, СК там были. А, только что параллельная, я так понимаю. Да, параллельная встреча у нас была, но это не самые лучшие новости для команды MoSports, которые мы, ну не то чтобы ставили там, опять же, какие-то фавориты, но они могли напрячь абсолютно все коллективы, которые присутствуют сейчас в этой группе. Сейчас у нас Faze Nip, и 2-0 обе команды сейчас идут, они очень круто начинают. И M Oakland для себя. Ну и почему все-таки Faze решились на оверпассе – это вопрос. Да, они вроде как посмотрели, хотя они сами, наверное, тоже играли во время того, как проходил матч Nip против MoSports на оверпассе, но в любом случае это выбор уже очень интересный, потому что я вот… Мы уже перед предыдущей вот картой отмечали, вот Нипов мы давно не видели на трене, то точно так же я Faze Nip не видел на оверпассе. Да, это точно. Достаточно давно. Но посмотрим. Там, кстати, шведский у нас тренер команды Faze Clan Робан, который сейчас будет играть против своих соотечественников. Ну как… Соотечественников и бывших тиммейтов, больше можно сказать. И Forest, и с Робаном, и GetRight играли вместе в одной команде довольно длительный период времени. Через коннектор у нас играет Nip, что-то похожее мы видели в пистолетном против MoSov. Ну, я думаю, что опять же Faze Zove была возможность изучить ту катку. Так, а звук АКС у нас… Ну, сейчас будет у нас есть стрельба от Рейна. Так, пропускает он соперников. Главное, что они его пытаются загнать, но это у них пока не получается. Рейн отходит уже, Керриган тут подходит на помощь. И… нет, все-таки не залетает. Рейн уходит, остается красный, на 22 хп. Ауэлл получил по голове 13 хп, у него тут же показатель, ну и агрессия пока что останавливается. Но дело в том, что Нипы дальше пойдут, они понимают, что там противники красные. Рейн, хороший хэдшот, Керриган также убивает Фрайберга, и дальше нужно действовать на размену. Нет, не получается, Керриган убивает Пита. Ну и Гетрич остается вместе с Форестом, два самых опытных Зубра. Команды нинджас и пижамос на бомбане на руках, и здесь уже вся команда Фейс находится. Именно на этой позиции будет тяжело тут как-то что-то придумать, звену ниндзя. Ну и подходит Форест уже на позицию Кристоферу. Керриган, хороший хэдшот по противнику. Форест отвечает, правда, ну и здесь красный Рейн танцует, тут нужно уже возможно отходить, потому что можно отдаться, и дальше Форест раскатает один в три. Но вот это, конечно же, печальная новость в том, что нет бомбы. Тут до нее нужно доходить 20 секунд до конца этого раунда, и хэдшот летает. Видели, как Форест против Клоуднайна, будучи в ситуации один в четыре, очень круто с глока убил троих, и чуть-чуть не хватило для финального хэдзапа один на один. Он проиграл перестрелку. Что нужно отметить? Фейзы, как только увидели, как только засветились NIP на длине, Фейзы уже вчетвером были на точке А, и один игрок был на точке Б. То есть, в принципе-то, Фейзы, не знаю, смотрели ли прошлую игру на оверпассе, но наверняка по расстановке, по крайней мере, как раз-таки просматривалось то, что Фейзы вроде как контрят этот раунд, который исполняли NIP. Самое интересное то, что NIP не стали ничего придумывать, и ту же самую пистолетку демонстрировали против Фейз, которую отыграли против Mousesports. И это интересно. Фейзы смогли. Хорошие хэдшоты позалетали. Форест разбивает все шарики, демонстрирует свою мощь, мощь своего аима. Но ее нужно демонстрировать на головах своих соперников. Это в первую очередь должно именно так происходить. Там Алла у нас находился на банане, отходит на дистанцию. Рейн также отвечает за данную позицию, но ему еще нужно прочекать длину. Но NIP пока никуда не выходит. Они тусуются на туалет. Форсбай они заняли со своими арморами и пистолетами туалеты. И вот он выход. Фрайберг у нас один заходит через длину. Рейн сейчас может просто отлететь. Не прочекал Фрайберг справа. А Рейн, наверное, слышал. Нет, не слышал. Керриган делает минус по Фрайбергу. Ну и Рейн сейчас будет просто фармить. Отлично отливать от него. И три килла в конечном итоге от Рейна. 1800 долларов залетает на банковский окон к Хаварду Найгарду. И все хорошо. В стане команды Фейс Клан. Провели они замечательный антиэкономический раунд. Они даже до плента не дошли. Бомбы не поставили. Соответственно, сейчас будет еще одно эко. Это выход Фейзо уже на счет 3-0. Скорее всего, если, конечно же, Нипы не вычудят чего-то из ряда вон выходящего. Но сейчас будет, кстати, пуш от Фейз. Там уже два игрока направляются на мидл. Первый из них, конечно же, Рейн. Он чувствует уже свою силу. Хорошо попадает сегодня Хавард. Ну а тем временем Нипы по детской площадке выдвигается на длину. Там же бомба. С Глоками действительно играет Найпи. Решили сыграть вот так вот довольно просто. Пушат они длину. Рейн открывается. Делает 3 минуса. Отличный фарм. Также еще Аллу у нас подформил на банане. Но это, знаешь, пока Фейзы выглядят очень уверенно. Начиная с пистолетного раунда. Далее Форс Бай. И сейчас эко, естественно, против Глоков. Тут изикатка. Но в любом случае, настрой у Фейзов очень и очень боевой. И я думаю, что здесь у Нипов не будет легкой прогулки. Да. Но у них уже не было легкой прогулки против Клауд Найн. Хотя казалось, что все должно быть там проще. На том самом трейне, который не выигралит с учетом 16-14. Но там реверанс отдельный в сторону Клауд Найн, которые возвращались за атаку. Они действительно очень классно атаковали, но чего-то не хватило. Сейчас атака от команды Найпи. Скорее всего на точку Б. Пролетел Молотов на зиг. Там у нас работает Эйзи. Немного горит. Эйзи. Минус 28 хп. Просто на ровном месте. Уже нужно отходить. Но там выход через нижний тоннель. Эйзи тут должен погибать. О, господи, какой спрей. Все-таки его убирает Фрайберг. Тем временем Гзист разобрался с Керриганом. Капитан убивает Капитана. 3 в 5. Бомба уже поставлена. И не самая лучшая позиция от команды Фейс. Рейн будет заходить в спину. Там его должен встречать Гзист. Ой, неприятный хэшот получает Ричард. Фрайберг тем временем убивает Аллу. Ну и здесь уже просто нужно отходить. Рейн это дело понимает. Что интересно, простите, что-то подобное мы видели от Найпи. Вот этот вот пуш-б, помнишь, в матче на оверпассе против Маузов. Да. Только я не помню, какой это был раунд по счету. То ли первый девайсный, то ли второй девайсный. Но вот на старте игры практически это произошло. И вот сейчас Найпи нам показали, что есть у них в арсенале такая тактика. И это была не случайность в прошлый раз. Сейчас это уже, в общем-то, закономерность. И закономерно то, что взяли этот раунд Найпи. Но вопрос в том, как дальше будут действовать. Потому что фейзы-то, да, отдали один раз Б-плэнд. Не смогли его принять и укрепить. Но в следующий раз такая история может, в общем-то, и не заехать. Ну, Найпи все равно идут на Б. И довольно быстро уже занимают позиции перед Б-плэндом. Гитрайт у нас в зиге. Фрайберг. Нет, это просто Б. Второй раз подряд еще играют. Найпи на Б. Вот такая вот довольно интересная игра. Под флешку врывается у нас Кавалька. Две игроковы, Найпи в смок. Но Эйзи классный хэдшот по Питу. Тут же отвечает Фрайберг. И Кио читает данную игру сет Адама. Тут же есть размен. Очень хороший в пользу команды Фейз. Так точно. 4 на 3. Ну и Гетрич также проседает. Кио. Хороший прострел у нас в голову прямо по Гитрайту. Здесь только одного с собой забирает Форест. Технойный. Ситуация 1 на 1. АВП против АВП. Алла уже на самом деле находится на хлопе. У Фореста есть информация по противнику Аллу. Как же так на самом деле? И как тут дальше будет играть Форест? Это вопрос. Бомба не на руках. Что самое интересное, тут вопрос для Аллу даже больше, чем для Фореста. Фореста понятно. Ему сейчас нужно там, он знает, где оппонент. Ему нужно взять бомбу, пойти и установить. Или он пойдет все-таки убивать своего оппонента. Аллу ждет. У Аллу на самом деле информационный голод. Он не знает, где его оппонент. Ему надо рано или поздно выходить из этой позиции. Ну или сейчас вот для себя принят решение такое. Так, все, я стою и просто терплю до последнего. Да, ну Форест решает все-таки про пуши. Даже до бомбы не доходить. Или под смок нужно уйти. Да, принимается именно такое решение Патрика. Ну и Аллу будет ли выходить в этот смок? Пока что думает, ну как бы лучше это сделать. В любом случае Форест пока что фейкует. Выхода нет. Аллу только сейчас выпрыгивает. Хороший тайминг для него. Так, есть флешка. Можно откинуть ее и выйти. Форест опять же не менял свой девайс. И выпад на него минус Аллу. И раунд за командой NIP. Один на один тащится. Форест забожил в этом раунде. С Тека он сделал два великолепных минуса. И разыграл ситуацию один в один для своей команды в плюс. И забирает второй раунд NIP. И сейчас мы наблюдаем экономические проблемы от фейзов. И вроде как все хорошо складывалось в этом раунде. Да, то есть фейзы принимали, выглядели уверенно на B. Да, действительно, Кио хорошо стоял. Но вот тиммейты что-то не поддержали сейчас своего. Ну и Аллу на самом деле вот в ситуации один на один загнал сам себя в угол. То есть у вас есть MVP. Ты вроде как действуешь на хелпе. Потом решаешь все-таки пропушить. Занять более хорошую позицию. Но не получается, потому что противник тебя заметил. И ты дальше уже просто не можешь даже выйти оттуда. То есть ты гадаешь, противник будет ли тебя пушить. Или он вообще ушел с B. Этого по флешку у нас пушь по точку B. И хороший минус от Эйзи. Поддерживает Аллу 5-7. И дальше Пит также не дает размены. Это самое главное. Тут ситуация 2 в 5. На ровном месте просто прогибается. И мы под своим сопиником. Да. И что самое интересное, тут это действовали перед B агрессивно. Вообще делал выпад в смок игрок команды фейз клан. Ну и проблему NIP. В этом раунде они находятся вдвоем против пятерых. Это Xist и Forest. Притом они полностью рассредоточены по карте. Бомба лежит на РСП. То есть тут сейчас скорее всего расчет на то, что где-то кто-то, кто-либо из игроков поработает на каком-то из плентов. И в общем-то Xist неплохо. Хороший хэдшот по Аллу. Дальше. Вот что делать дальше. Бомбу забрал Forest. Убегает, кстати, все-таки на B. Довольно интересно действует NIP. По-прежнему анимешный свист. Ситуация 2 в 4. И Forest все-таки действительно уходит на B. Ну а Xist сейчас скорее всего через туалет, через коннектор уйдет также на B-плент. Там Керриган может закрыть Xist. У него хорошая позиция. Так, да. Получается хороший хэдшот от капитана команды фейз. И с Forest с коннектора закидывает Молотова у нас на точку. И дальше выходит. И какой хэдшот, господи. Один в три остается Патрик. Ну и Рейн понимает, что нужно просто отойти и остаться на длине. Forest на удачу играет. Дождаться выхода соперника. Ну и да, удача здесь не на его стороне. И в целом-то хороший поджим от фейз клан. 4-2 двойное преимущество по очкам. Попытались максимум выжать из этой ситуации на IP. А денег нет. Вот так вот все-таки выигрывают экономическую борьбу эту фейзы. И, кстати, по логике у них после двух оружейных раундов должно было быть эко. Но, опять же, благодаря фармганам они смогли накопить довольно хорошее количество денег. И вот в прошлом раунде было 3 девайса и 2 пистолета. И этот сетап, в общем-то, смог нормально обороняться. И в конечном итоге фейзы взяли раунд. Там в коннекторе хорошо поработали. Так, закидка снова точки В. Эйзи уходит просто за плент вместе с тиммейтом. Это Киошима абсолютно слепущий. Пропускает соперника на плент уже. И Фрабер Краснющий решает пушить. Это не самое лучшее решение. Уже фраг для команды фейз. И бомба устанавливается. Нет, Киошима все-таки убивает Питой, который попытался поставить пакет. Также третий минус от Эйзи по Форесту залетает. Керриган разбирается с Гетричем. Ну и Эйзи оформляет гзиста. Выход был неплохой. Закидка смоков, флешек. Но вот до размена хорошего дела не дошло. Да и до установки бомбы тоже. Это была программа минимум, которая была не выполнена. Определенно скажу, что мне фейзы нравятся в обороне, как они играют. Да, они проиграли два девайсных раунда подряд после выигранной пистолетки. Но в целом готовность их принимать плунты, то что они уже сделали выводы после первого пуша от Найпи, который они как раз таки проиграли. Накидывают регулярно гранаты и отходят на более глубокие позиции, на дальнюю дистанцию. И в общем-то пока довольно успешно обороняются. Счет 5-2 в принципе-то вполне себе комфортный на старте этого матча. Так и есть. Аллу, АВП на банане. Там у нас Форест готов уже действовать против него. Пит подходит на позицию к своему тиммейту. Ну, у Аллу есть поддержка. Если что, там Рейн влез дистанции. Контролит он туалеты. Ну и решает тут же отойти Алекси от этой позиции, которая могла быть, ну, скажем так, не самая лучшая для него с АВП. Так, Рейн забирает одного Фореста. Тут же экзист отвечает Аллу с АВП. Не промахивается Керриган, убирает агрессию от Кзиста. Ну и Аллу переключается на тег и забирает жизнь Пита. Последний Фрайберг, P250 на руках. Тут нужно хотя бы окупить этот пистолет. Опять же таки, он был куплен Форестом. Это можно уже увидеть. Ну и хотя бы один минус. Нет, даже не залетит, потому что Керриган забирает оппонента. 6-2. Ну и сейчас будет байраунд у нас у НИП. АВП по-прежнему не появляется в руках у Пита. Он играет без снайперской винтовки. Ну и сейчас у нас будет 5 калашей. А встание игроков команды НИП уже нужно какие-то решения принимать. Что-то, не знаю, должно быть у нас интересное. Так, смог у нас в тоннель, который летит, который мы уже видели от Фореста в предыдущей катке против команды Монт Спортс. Эйзи агрессия на миде. Проседает очень сильно после него к Зист. 34% здоровья остается у капитана команды НИП. И Рейн поджимает. Какая агрессия от Фейзо в начале этого раунда. Притом один. То есть он… Ну Эйзи тоже поджимал в любом случае. И тут же отошел. Но самое интересное, что Рейна там не прочитали. Даже не попытались выйти на длину. И в целом это просматривается выпад команды НИП на точку Б. Что интересно, обычный НИП, помнишь, начинает вот раунд с того, что… Что ты вообще делаешь? Минус 25, неплохо. Ну да, могло там залететь. Шальной хэдшот. И Кио. Так, за плентом забирает Гетрича. Нет размена. В очередной раз Фрайберг на два ствола выходит. Келриган не пропускает дальше Адама. Но если пущий, тут Кио должен погибать. Но только один минус Экзиста. Второй также залетает от него же по Келригану. Но этого недостаточно для того, чтобы выйти и поставить бомбу. В очередной раз атака от НИПов захлебывается на точке Б. И ты обрати внимание, что НИП не начинают игру за атаку так, как они это делали против маузов. Помнишь, вот эти вот медленные холды на детской площадке, перед шариками, чек длины? То есть они такое ощущение, что они сами себя как-то накрутили, что-то там себе нашифровали и играют не в свою игру. Вот такое ощущение. И очень часто ходят на Б. Вот обрати внимание, против маузов они чаще ходили на точку А. Сейчас они больше всего ходят на Б. Что-то вот поменяли в своей игре. Непонятно, чем это продиктовано. Возможно, они думают о том, что действительно… Фейзы смотрели оверпас предыдущий против мауз-форст, поэтому нужно делать что-то иное. Но мы говорили с тобой сегодня, что тут нужно всегда играть в свою игру. И независимо от того, кто что смотрел, кто что знает. Все равно нужно гнуть свою линию. Да, так и есть. Поддерживают тебя на 100%. Кэрриган поддерживает свою команду. Килон Киошима делает то же самое на пите. Остается кзист и форст хоть кого-то забрать. И получается у капитана. Но дело в том, что аул заходит в спину. Аул, забережу ты его. Там даже никто не убивал, не выходил на экзиста для того, чтобы дать фрайк Алексе. Но смог. 8-2. Победа команды Фейсклан на первой половине этого оверпаса. Это уже интересно. Вот мы думали… Ну да, сражение вроде как лидеров групп, группы вернее Б, но в целом как бы неприятно удивляет. И ты в предыдущем раунде действительно очень грамотно выразил все о том, что против Маспортс они ползали. То есть они занимали детскую площадку, там выходили, тошнили на фонтане, выпад на шарики. Сейчас такого нет. Да. Нет уверенности какой-то от Найпи. И вот эти попытки постоянного захода на Б, они пока ничем не заканчиваются. Рейн, куда прожал, какой дерзкий парень. И еще сейчас может еще и отойти, при этом его отпустят. Самое печальное, что он может себе такое позволить, что ему дают эти поджимы осуществлять. Хотя Найпи вот как раз-таки обычно такие вещи контролят. Что-то с НИПами не так. Здесь, возможно, даже стоит воспользоваться тактической паузой. И она будет чуть ли там ни одной из первых для НИПов в этом матче и вообще в принципе на турнире. GetRight отрабатывает Эйзи, это было по точке Б. И возможно там была подсадка какая-то от фейзов, которая не сработала. А, ну промазал первое СВП. Фраг второй раз и делает минус по Фрайбергу. Как же Рейн заходит в спину, оставляет двух красных Зист и убивает Рейна. И Пит делает минус по Зисту. Там в динамике все было. Тут действительно Пит хотел убить оппонента, но все-таки еще залетело по тиммейту. Три в три. Картина раунда. Посмотрим, кто кого. 47 секунд до конца. Форрес с АВП просматривает пока что длину в одиночку. Бомба на руках у Пита. Он красный. 29 хп. Гитрайт пока что под Б. На выцеливание возможной агрессии. А там у нас где находится вообще Кио? Где Кио? Ну Кио нормально поджал Б. Ситуация три в три. В принципе для контроля карты. Это помогает. И он делает минус Гитрайт, который погибает при выходе из коннектора. Алла у нас находится в туалетах. Пит там же с АВП на старте бананов. Как же Алла неаккуратно отыграл в этом варианте. Но Форрес выходил через длину и Керриган сделал минус. По нему Керриган и Кио делают ретейк 2 в 1. Попытается Пит подточить этот раунд для своей команды. Нужно отыгрываться. Нужно показывать, что не зря они его выбрали. И один хэдшот есть. Также Кио слышал и второй залетает. И Пит тащит минус три в целом в этом раунде. Но как же сыграли Фейзы в этом моменте. Но классная стрельба от шведа залетает. 8-3. Вот тебе и Пит. Ну вроде вышли вдвоем одновременно. И вроде было правильно. Видишь пауза от Xista. Действительно есть о чем поговорить. Не получается играя в NAP. Да, сейчас взяли благодаря Питу раунд. Но в целом-то характер игры для NAP не очень хороший. И там Кио топал на самом деле. И Пит очень грамотно сыграл. Он убил одного и тут же смотрел второго, который уже спалился. Ну и хорошие хэдшоты залетели. Ну вот вам и Пит. Ну и статистика на ваших экранах. Гетеричу нужно подключаться. 2-10 от него. 4-10 от Фрайберга. Ударника главного в составе команды NAP в первых матчах. На этом чемпионате и не только. Керриган ведет тоже свою команду вперед. 13 на 7. Вся команда Фейс играет в плюс. Но вот предыдущий раунд был очень обидным. Возможно, он даже будет поворотным моментом. Для Нипов. Возможно, это будет камбэк. Ну, не знаю насчет камбэка. Ты видишь вот Рейн, да? Мы видели, отмечали то, что не контроль от раннюю агрессию. При этом, в принципе, нельзя сказать, что Фейзы играют агрессивно. Они делают агрессию, но очень и очень точечно. Вот так вот. То есть, как Рейн поджал длину. При этом была, опять же, перед этим агрессивная позиция у другого игрока. Я не помню, Фейз, кто поджимал фонтаны. Выпады на Б были тоже под флешечки. То есть, в принципе, у Фейзов даже агрессия, вот она осмысленная. Вот смотри, даже сейчас два игрока в коннекторе. И один стоит на шариках. Это АЛУС АВП. Ты знаешь, я считаю, что, возможно, не стоило вообще поджимать. Вот в этом раунде так точно. Особенно после того, как они слили. После паузы, да. Но, с другой стороны, АЛУН забирает только одного. И АВП должно быть намного более эффективным, чем только один минус. Также на коннекторе у нас просто мясо там. Видит, забирает двоих соперников. Уже минусуется большинство команды Фейз клана. Эйзи и Кевшим остаются в ситуации 2 в 3. Нельзя было поджимать. Я все-таки против этого. Ну, ты знаешь, там просматривалась идея. Ну, идея даже не в вопрос, не в балу. Два игрока в коннекторе. У вас АВП как бы без помощи. То есть оно находится на шариках. У него открытая позиция. Если он не делает килл, то его тут же убивают. И нет того, кто поддержит. Понятно, что два в коннекторе. Но в целом АВП находится в ситуации, когда оно одно и поддержки ноль. Сейчас Кио дождется. Кио дальше не пошел. Зашел на старт коннектор и дальше не пошел. Лул. Да, бывает. Но Пит грамотно там отсиживается. Гзист уже просачивается. Просто на АП там никого нет. И стана защиты. Это интересно. Потому что капитан команды из Швеции сейчас массу хорошей информации добудет. Ну и Кио Шима уже находится на длине. И он будет сюрпризом для НИПов. Куда пойдут? Которые должны все-таки идти на. Потому что Гзист прочекал. Так. 15 секунд до конца. Алло. Нужно поспешить. Так. Тихо. Как Гзист услышал Кио? Да. Должен был. Так зачем он на него тогда идет, если он его услышал? Ну там под СМОК. Так что это бомба? Да. Хорошо устанавливается бомба. Это уже ошибка на самом деле. И хорошее место для установки бомбы от Пита. Эйзи в одиночку. Выпад от него. Забирает Пита, который отворачивался от флешки. Но тут же летит СМОК под ноги как Эйзи. Он флешку свою кидает и вырывается прямо на Геттрича, который... Подформил. Подформил. Ее МПшкой. Почему бы и нет? 8-4 очень важный раунд проигрывает. Фейзы. Но деньги еще есть. Это самое главное. Будет закупка. Хорошая мысль по поводу того, что не стоило поджимать после паузы. Это да. Тут я с тобой полностью согласен. Но с другой стороны не было агрессивных действий в коннекторе от фейзов. Но в целом, не знаю, я сколько ни играл оверпасс, мне никогда не нравится поджимать коннектор за дефенс. Там вот эти вот узкие коридоры, слишком мало пространства для разворота. Мне кажется, знаешь, там все сводится к какой-то такой банальному фарту. Знаешь, типа повезет, не повезет. Да, позиция хорошая, но опять же там и террористы тоже могут устраивать ветер. Но с другой стороны, опять же, им виднее. У них какой-то есть план на игру. Они чувствуют динамику и, конечно же, принимают решение, соответственно, исходя из того, что предлагают их соперники. Пока эти соперники играют очень медленно. NIP изменили характер игры. Да, обрати внимание, что они играли B-B-B, Fast-B, там что-нибудь такое-такое-такое. А теперь вот медленно играют. Медленно играют и тем более они получили подтверждение своей тактики в том плане, что она работает. Почему? Потому что они играют медленно, фейзы жмут и это приносит пользу. Сейчас мы видим двух игроков в коннекторе, два игрока на старте банана. Гитрайт, как всегда, люркает перед B. Экзист и Форест уходят тоже в коннектор. Тут будет ли выход на точку B? Ну, вполне возможно. Медленный раунд именно как раз-таки на B у нас давно уже в NIP не делали в серии вот этих вот последних раундов. Ну и крайне-крайне медленно и очень-очень аккуратная атака. Там Эйзи и Кьюшима. Есть также поддержка от Керригана, который все время играет на перетяжке. Так, раскидывается своими гранатами. Эйзи ловит флешку не самым приятным. Выпад на кзиста вместе с Кьюо. Забирает соперника в Форест. Отвечает, но... Кьюо, какая стрельба! Просто по пульке! Это ваундапс, хэдшот машин. Просто от этого парня. Но Гетрич тут же отвечает. Еще и третьего хуяля. Ситуация один на один. Какой раунд! И все сводится все-таки к этому моменту. Рейн против соперника. Бомба устанавливается. И Гетрич читает эту позицию. Кто здесь, кого здесь нужен? Хэдшот от Гетрича! Ну, не залетает. Рейн все-таки переигрывает. 67. У-у-у, вот это раунд. Ну, Кьюшима вот на этой позиции какие хэдшоты там лепил. Но Гетрич смог ответить. Так даже не увидели. Ты понял? И на НИП даже не видели там Кьюо. Да. Там на самом деле такая интересная позиция. На себя, да, отвлек Эйзи, который был основным опорником. Ну и Кьюо там по патрончику красиво. Кьюо, не только скрим, как говорится, умеет ставить такие ваншоты, вантапы. Вот, позалетало очень круто. Но НИСТРАЙК Гетрич, который в итоге остался в ситуации один на один. Ну, слишком мало хп было. И тут надежда была только на один хэдшот. Вот, по выбегающему Рейну не получилось, не заехало. Но Рейн тоже красавчик. Прочитал позицию оппонента и не выпустил его из-за монстра. Не дал Гетриту сменить позицию. Это самое главное после установки бомба. 9-4 для фейзов. Байраунд у нас сейчас от Найпи. Два Калаша, Диггл и два Тека. Найпи делают тактику, которую перед этим не исполняли ни разу. Они просто идут на длину. Два игрока, наверное, скорее всего пойдут через банан. Это будет 3 плюс 2. Выход на точку Б, Керриган. У нас чекает длину. У него есть Молотов. И уже Найпи за детектив Керригана, начиная довольно активно продвигаться на точку А. Здесь у нас 3 игрока у фейзов. Да, нужна флешка, которая полетит Аллу. Слепущий, но забирает все-таки Пита. Ну и уходит дальше за машину. Хорошо манцует Алексий. Но выпад на кзистае тот не мажется. Керриган дальше фармит. Просто с ЮМПшкой забирает обоих оппонентов, которые выходили на точку А. Но вот Фрайберг тут же отрабатывает Рейна. 2 в 3 у нас ситуация. Гетрич очень красный. 5 хп у него. Ну и Фрайберг 77. Возможно, стоит поменяться девайсами. А К-47 все-таки должно находиться у Адама. Но тот слишком далеко находится. Так, Кио проседает. Ну там еще и Керриган с АВП. Он тоже немножечко немобилен. Хотя Керриган, в принципе, довольно неплохо стреляет с авиком. Кио. Позиция довольно неплохая. Контролирует он выход с машины. Кио делает минус, тут Гетрайта Кио. Просто покажите статистику Кио. Кстати, он там 14 фрагов у него. Фраг-лидер у нас Керриган как раз-таки. Ну вот Керриган вторая молодость. Открылся, раскрылся в фейзах. И возможно, это даже то, что нужно было фейзам. Может быть, какой-то такой игрок со стержнем нужен был. Потому что... Он был, да, стержнем остались. Не было вот видно у фейзов какой-то, знаешь, такой вот какой-то морали. Не морали, а вот что-то такого характера не хватало. Да, вот фейзам. Вот что-то такое. И Керриган вполне возможно как-то заряжает команду. Посмотрим. О, Рейн. Такая агрессия снова через длину. Почему им на этой позиции не контриться? Сейчас не по амме. В очередной раз мы замечаем то, что игрок защиты поджимает и уходит безнаказанно. Ау также забирает у нас Гетрича. Агрессия работает. Фрайберг наконец-то у нас убивает Рейна. Но в самом-то размен не в пользу команды НИП. Да, три в четыре ситуация. Что будет делать дальше НИП? Бомба пока находится на фонтанах. Один игрок в туалете, второй на длине. И сейчас есть поджимчик небольшой от Кио и Керригана. Они жмут банан или... Нет, они просто там сделали башенку. Вдвоем двигаются. Я смотрю вот по радару. Как интересно парни друг возле друга двигаются. Друг к другу хелпают. И там должно быть без шансов. Но нет, Фрайберг врывается делать минус по Кио Шиме. Алло, минус Фрайберг. Ну и Керриган вроде как слышит. Фореста должен делать минус. Отличная стрельба. Да, с вертухи еще хедшот поставили. Действительно был близок к тому, чтобы погибнуть. 11-4. Это, ты знаешь, ну это серьезно. Это заявочка фейзов на выход даже с первого места из группы. Да, это может быть даже немножечко неожиданно. Но так оно и есть. Ну, нужно еще отметить вот NIP, которые не самым лучшим образом стартанули. Совсем другая команда. Другие NIP играли у нас против команды Mousesports. Другой оверпасс и другие NIP, это точно. Здесь как будто, знаешь, я бы смог понять, вернее, если бы вот этот оверпасс происходил, наверное, на следующий день. То, что, например, вчера сыграли против Mousesports, а вот сегодня против IZO еще один оверпасс. Тут, извините меня, буквально часа не поиграли карту, но меньше. И сейчас вот так вот атака. Не самое лучшее от шведов сейчас в соцзащите. Можно же начинать с пистолетного, потом выходить с возможности 11-7. Это можно получить. Так, сверху неправильно. Но все-таки Ninja's вот играют в защите. Так, хватит у нас намеренно. И это, кстати, будет чуть ли, ну, понятно, что не самое. Самое крутое достижение, но одно из самых крутых. То есть я, понятно, что не в этом составе ребята были, но самое такое достижение у них было еще в Клужнапоке. То есть были игроки, которые отыгрывали как раз в том самом составе, которые там вышли в плей-офф и навели шороху. Ну, а здесь как раз есть хорошая возможность уже. Две победы в кармане, возможно, залетит третья. Но нужно останавливать НИПов. Даже не останавливать. Остановить они их смогли только что в защите. А вот как они смогут защититься. Ну, фейзы выглядят очень так свежо, я тебе честно скажу. Как-то вот бодренько они… Ну, мне нравится. Мне нравится, как они обороняются. Это, ну, скажем так, это единичная катка. Ну, не то чтобы единичная, а вот прямо здесь, прямо сейчас, да, фейзы хороши. Фейзы хороши и вот говорю как есть. То есть не дать, не взять. И они, в общем-то, очень неплохо обороняются. НИП что-то потеряли нить игры. И как-то вообще совсем другой оверпасс, действительно другая игра. Ну что, давайте смотреть пистолетку. Наконец-то она начинается. В атаке у нас теперь уже фейзы. Есть набор от Керригана с МОК и две флешечки. Ну и с другой стороны у нас вот НИП арморы. И Фрайберг играет с дефузами и с одной осколочной гранатой. Фейзы очень быстро занимает коннектор. Втроем уже пропушили эту позицию. Дальше двигаются в сторону банана. Аллу чекает длину. Здесь никого нету. Бомба объединяется со своими тиммейтами. Ну и фейзы двигаются, судя по всему, на точку А. Да, так и есть. Здесь у нас пока один только Форест. Да, Форест, который будет играть на стрельбу, конечно же, как и в большинстве ситуаций. Полетели смоки, полетели флешки. Ау, ослеп от этой флешки. Господи боже мой, и Форест его просто запушил. Это правильное решение от Патрика. Тут же уходит он на длину. Там дальше будет обороняться против Эйзи. И девять патронов. Как же перезарядка. Ну, с девятью патронов и решил все-таки перезарядиться. Это, конечно же, не самое правильное решение. Дальше у нас выпад через банк от двоих игроков команды. Нэпи уже пит, отлетает. Но дальше Фрайберг действует. И хорошо стоит хэдшот на сопернике. Так, в 3-3 ситуация бомба тикает. У нас есть диффузы у Фрайберга. И есть стрельба от Гитрайта, который просто без шансов сбривает Киошиму. Так, Керриган и Эйзи закрыты на банане. Но смогут ли они здесь хелпануть один друг к дружке? Эйзи делает минус по Гитрайту. Дальше нужно отмораживаться. Керриган, Керриган. Все-таки падает Эйзи. Эйзи тащит этот раунд. Квадрокилл для Эйзи Минатора в этом раунде. Да, квадрокилл, монстр килл от этого парня. Классно очень провел именно он. Он мало того, что там смог загнать Фореста на длине атаки. Потом еще и прийти в порядок там навести на этом тонте. Хотя вот был очень перспективный выпад от Фрайберга и компании. Но до раунда все-таки не дошло. До Дефуза даже бомбы не дошло у нас в этом моменте. 12-4. Это пока что разнос команды NIP. Мы такого не ожидали. Но фейзы, конечно же, хорошие бай от Нинджестин Пижама. Скаут от Фореста. Четыре пистолета от остальных. Решили... Ну, это даже не Форест бай. Это такое точечное эко. Ну, есть два ЕХЕшки, два Смака. Отличный хедшот от Рейна. В начале раунда не сложилось у Фореста. Он со Скаутом погибает на старте длины. Дальше двигаются фейзы через длину на точку А. Ну, и там, кстати, есть небольшое укрепление от NIP. Вопрос просто в том, смогут ли они здесь что-либо сделать с этим укреплением. Хорошие молотовы закидываются на плент. Гет Райт пока не может реализовать СЗШ. Эйзи делает минус фокзисту. Дальше двигаются игроки команды фейс внутри плента. Эйзи уже фармит еще и Пита. Алло, минус Гет Райт. Фрайберг, правда, ответил. Но Эйзи закрыл Фрайберга на машине. И в целом этот раунд заканчивается для NIP поражением. Да. И какое решение сейчас будет от шведов? То есть или очередной раз просто с успами выйти? И, грубо говоря, дать сопернику выйти уже на 14-й раунд? Или же закупиться? Понятно, что будут успы уже, будут пытаться. У нас ребята из Ниндзи в пижамах тасит со счета 14-4. И это, конечно же, если и будет камбэк, то он будет очень жестким, очень тяжелым. И, наверное, самым запоминающимся за этот чемпионат. Но да ладно, пока что об этом даже не стоит судить. И фейс уже выдвигается на точку Б. Там Фрайберг погибает на зиге. Это ошибка. За нее наказывает тут же Алло. Перетяжка через коннектор. А ее контрит кто? Конечно же, Эйзи, который забирает просто в спину Фореста. Также читает выпад от Пита. И должен того перестрелить. Да, получается. Слушай, интересно, а Керриган координатор у фейс-дона? Да? Ну, вот смотри, мы видели на iBuy Power. Помнишь, я отметил такую штуку, что в одном матче Керриган сидел сбоку возле Киошимы. А уже в следующем матче между ними сидел Эйзи. И уже Керриган сидел в центре. Не сбоку возле Киошима, а именно по центру. И ты знаешь, может быть, вот сейчас как раз таки первый такой турнир полноценный, где Керриган выступает координатором. Но это интересно. И то, что убрали GKM, это тоже очень интересно. Вернули Кио. Но там какая-то непонятная история с Кио. Я так понимаю, просто нужно было отвлечься его на какое-то время. Запасным вроде как стал. Ну, просто Кио слишком хорош был для того, чтобы его брать запасным. Фрайберг, как же так? Это он сбустатил и два минуса. Фейзы пытались быстро занять болото, выйти на точку B. Но там Фрайберг сбустатлично поработал, сделал два минуса и Керриган остается у нас один. Ну, решили тут все-таки Фейзы зацементировать все-таки защиту. Это не получилось. Выход быстрый на точку B не увенчался успехом. Последний. Тот самый Керриган, о котором мы только что говорили, координатор команды. Есть бомба на руках UMPшка. Кстати, на точке A до сих пор никого нет. Что самое интересное. Решили все-таки вот именно так сыграть ребята из команды NIP. Ну, а Керриган даже вот если продолжит именно бежать, то может выйти поставить бомбу. Форест чекает абсолютно все полиции. Да, потому что они A отдали. Они же не знают. Возможно, там действительно Керриган уже может быть. Керриган приходит на A и такой немножечко в шоке. Так. А почему бомбу не поставил? Нужно было попытаться поставить хотя бы немного баксов заработать для своей команды. Ну и да, это тоже прыжок не филда, как говорится. Пит его забирает. А была бы возможность все-таки поставить бомбу? Мне что-то так казалось. Была. Там бы не успели так быстро выйти. Да. Ну и 14.5 NIP начинает свою дорогу к камбэку. Очень длинную и очень тяжелую. Будет ли он этот камбэк? Это мы узнаем, я думаю, минут через 10-15. Ну, уже так основательно. Но пока у нас фейсы в шаге для того, чтобы выиграть эту карту. И, конечно, они тоже не хотят давать никакой надежды для NIP, чтобы те как раз совершили тот самый камбэк. Гитрайт уже в коннекторе. Откинул дефолт на гранату и будет под нее высиживать данную точку. Так, также нужно просматривать у нас шарики. Там Рейн уже готовится делать выпад. Ну, Гитрайт понимает, что нужно уже уходить, потому что одна флешка, и он останется в неудел. АВП от АЛУ, которое должно вроде как было идти на длину, но там на длине уже находится один боец команды фейсклан, который контролит эту позицию, потому АЛУ пошел на мидл. Подсадка от Гитрича и тиммейта. Ну, в любом случае здесь опенхрак должен быть от защиты. Или АЛУ прочекает. Фу! Ты знаешь, я немножко разочарован NIP, если честно, так проанализировал катку. Хотя она еще в принципе-то не проиграна, но у NIP просматриваются проблемы. Как тут Форест вообще какой красавчик, а? Ну, еще и гранату под ноги кинул своему оппоненту. Это был Киошима, который все-таки его добил. Всего лишь там 5 хп, если не ошибаюсь, было у Патрика. И хатшот от Айзи Пит. Ну, выпад просто в никуда. Дальше работает ЗИСТ. Только одного с собой АЛУ забирает. Эйзи отвечает. Фрайберг за КамАЗом. Так, дальше выпада у нас от звена команды Фейз нет. И это очень грамотно. И они сейчас просто должны стакнуться и выйти на один из плентов вместе. Они с двух позиций. Хотя вот Киошима все-таки будет направляться на длину. И Фрайберг сомневается. И Фрайберг, да, уже... Хороший холд, правильный холд. Обыграли его, да. Обыграли этим холдом Адама. И, соответственно, он просто уже уходит на точку МБ. Угадывает Фрайберг, не угадывает. Хотя, опять же, предпосылок не было к тому, чтобы уйти на Б. Но в любом случае, всегда в таких ситуациях я говорю о том, что нужно контролировать один из плентов. Не то, чтобы даже контролировать, просто на информацию у тебя должна быть. И, в общем-то, Фрайберг, находясь на А, ну, не было у него предпосылок к тому, чтобы уйти на Б. Но вот этот вот холд от Фейзов как раз-таки вынудил его это сделать. Вынудил поменять позицию. И не прочекал Фрайберг слева дефолтную позицию от Эйзи, который в этом раунде сделал три важнейших килла. 15-5 и 10 матч-поинтов. Вот вам и команда Фейзкланд, которая буквально пару дней назад на Айбай Пауэре ничего абсолютно не показала. Да, они там с горем пополам получили эту квоту, но как они ее получили? Там B-23 против Рене Гейтс. И, соответственно, вот три карты они отыграли против австралийцев. И, ну, еле-еле смогли получить квоту на Окленд. И здесь уже близки к тому, чтобы выйти на счет 3-0 по картам. Это очень крутой рекорд от этой пятерки. Ну и сейчас отыгрывать начинают этот раунд очень медленно. Рейн уже на детской площадке, тем временем, как паровоз просто из Керригана, Аллу и Киошимы выдвигается по милу. А там Гитрайт, который может заметить соперника. Он топнул. Топнул, и сейчас его должны просто загонять оппоненты. Но там еще и Пит приходит на помощь. Интересно действует Фейзи. Смотри, просто под степом идут через банан. Просто тупо на стильбу. Так, Задетектил и Аллу там просто в щелочку убрал своего оппонента. Кио тут же врывается делать минус по Питу. Огромная проблема у НИП в этом раунде и в целом в этой игре. Три игрока оставшихся находились на точке Б. Они ожидали, наверное, ранний пуш от Фейзов. Но мы видим, что Фейзы сыграли довольно хитро. Слушай, ну приятно наблюдать за такими Фейзами, если честно. Наконец-то я вижу вот хорошую игру от Фейз Клан. Аллилуйя! 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 И ты забыл закончить. Конечно же, там апогеи должен был какой-то быть. Но апогеи у нас здесь, дорогие друзья. Это 16-5. Команда Фейз Клан побеждает. И молодцы. Молодцы. Я такого не ожидал. На классе. Слушай, ну это нам добавляет интриги в этой группе. Раз, потому что еще дальше у Фейзов будет игра и против СК, и против кто у нас там еще. Ну там, в общем, неплохо. Еще есть. Еще есть коллективы. И плюс Фейзы, вот если дальше продолжат такую серию, то они могут тоже попасть сразу в полуфинал. И у нас такие две темные лошадки. Ну не то чтобы темные лошадки, это просто команды, от которых мы очень долго ждем выстрела. Астралис, конечно, в первую очередь. Я вот сейчас думаю об Астралис. И, конечно же, Фейзы. Которые, знаешь, вот играют, 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 играют. И вот наконец-то они выигрывают, знаешь. Все остальное время играли, а вот теперь выиграли. Молодцы, молодцы. 16-5. Но это не тот счет, которого мы ожидали, во-первых, от NIP. Да. Команду как будто подменили. Тут действительно в атаке у них ничего не получалось. И 4-11 счет после первой половины тому подтверждение. Тут действительно ребята как-то вот слишком уж расхлябанно, что ли, подошли к этим Фейзам. Ну, а Фейзы молодцы, я еще раз говорю. Ну, 3-0 это уже выход флай-офф. Но еще непонятно с какого места. Вот вчера у нас со счетом 3-0 шли имморталсы, которые в итоге вышли там на втором месте, например. Потому что остались их обошли. Да. Но вот сейчас на самом деле Фейзам нельзя расслабляться и дальше уже идти, дальше обыгрывать своих оппонентов. Ну и уже доказывая то, что они достойны для того, чтобы выйти сразу же в полуфинал Inter Extreme Masters Oclo. Следующая карта, следующий матч у нас между командами Cloud9 и SK. Это еще интереснее. Знаешь почему? Потому что если Cloud9 проигрывает, то все. То все, и Cloud9 выиграли последний финал у SK в ESL Pro League. И SK наверняка хотят крови. Хотят крови Cloud9. И у SK тоже на этом чемпионате не сложилось с самого начала. Они проиграли Хероиком. Я надеюсь, будет Мираж там. Мираж? Ну, хотелось бы посмотреть Мираж. Ну, может быть. Они, кстати, могут допикаться. Или кэш. Ну, кэш, ряд. Кэш у нас с SK не особо любят пикать. В любом случае, ребят, не расходитесь. Ну, останьтесь с нами. Тут уже понимаю, что время позднее. Но в любом случае, Cloud9 против SK супер. Матч, конечно же, в исполнении нашего комментирования. Ухо НКНС. А с вами работает студия RUHUB. Встретимся через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова